Приветствую вас Анаде. Я вижу вашу проблематику в следующем. Во-первых, вы такое ощущение, что подавляет все свои чувства, пора действовать исключительно на интеллекте. Считаю, что чувство это что-то такое болезненное, это что-то такое ошибочное, это что-то такое неприятное и так далее. Отсюда же обитекает подавление своей женственности, как вы говорите, своей сексуальности и так далее. То есть по факту вы боитесь любви, по факту вы боитесь близости, вы боитесь чувств. Чем для вас это страшно, чем для вас это болезненно? Конечно, еще нужно выяснить, потому что скорее всего был какой-то негативный опыт в прошлом. Возможно здесь дело не в негативном опыте, а просто в тех установках, которые вы вынесли. Например, что отношения по любви это не то, чего вы достойны, или вы не достойны любви, или вас не за что любить и так далее. То есть явно здесь присутствует некая обесценивающая такая тенденция по отношению к вам самой, что собственно и определяет вашу дальнейшую стратегию победения. Что касается одиночества, то одиночество это не принятие себя таким, какой человек есть. Это некоторое отторжение себя уже. Да, это вот некое отторжение человеком себя, ну или себя, или чести, чести себя. Вот. Чести своей личности. Это определенная нехватка чего-то. То есть общение одиночества человека это именно нехватка чего-то. То есть мне самому собой чего-то не хватает. Вам нужно это дорастить, дорастить в себе. Сейчас этого у вас нет. Эм, ну вот честно, хочу бы говорить, что ваш текущий мужчина тянет вас вверх скорее, а не вниз. То есть опять же, вот о чем это говорит. Это говорит о том, что в какой-то степени вам крайне важно, чтобы вас тянули вверх. Вот. Тут возможно вот такой момент, что человек рядом со мной должен быть определенного типа. Если человек рядом со мной не определенного типа, то это же не подходящий. А любит он меня, любит он меня, любит он меня, не любит. Если у меня там ему какие-то там чувства или нет, то это не столь ва уже. Да, то есть вот. Такая мысль, которая ну в принципе вполне может у вас быть. Такой вот получается внутренний запрет, запрет на именно отношения, запрет именно на любовь. Вот. Ну, как бы, при такой достаточно сильной интеллектуализации, которую вы описываете, я думаю, что есть страх близких отношений, есть страх близости, вот, такой достаточно сильный. И именно вот раскрыть свои чувства, есть страх этого. Ну, либо страх, либо запрет. Ну, я думаю, что в этом направлении тоже нужно работать. Вот. Есть у меня некоторая обесценивающая такая тенденция, которая присутствует у вас. Эм, то есть я обесцениваю себя, я что-то, эм, себя, что там, сама по себе, я ничего, или ничего не знаю, что, или знаю, что меньше. Вот. И за это у меня обязательно нужен кто-то рядом со мной. Вот. А, да, естественно, какие-то вещи вы в себе вычисляете, и, естественно, вы каких-то вещей не понимаете. Что такое любовь, да? Почему вы нуждаются в любви? Ага, хотите любить. А ну, если любовь это наполненность, а у вас простота. Что, как бы, говорит о том, что вы сами не наполнены личностями. Вот. И, как бы, это означает, ну, может означать отсутствие глобального смысла, смысла жизни. Это может означать отсутствие принятия своих чувств, попытка их подавления, как вы подавляли себя в интимности. Объясняя то, что вы взыклодуховный человек. Ну, кстати, взыклодуховность никак не мешает в интимности. Вот. А, такая вот история. То есть я бы здесь работал с непринятием себя, да, и с запретом чувств. Вот. В Армении есть попытка себя наказать. То есть вы можете наказывать себя застет и наказывать, там, кого-то. Вот. Очень похоже на то, что когда-то вас не услышали. Не услышали. Просто. То есть очень похоже на то, что вы когда-то кричали, кричали, вас не услышали, и вы, как бы, теперь уже просто стали кричать. На такой момент. Тоже очень похоже. Вот. А что не так в вашем отношении к проблеме? То, что вы ее рационализировали. Вот. А, ее не нужно рационализировать. Вам нужно идти по пути осознания, осознавания. Вот. А это немножко другое. Вот. И да, вы боитесь близости. Потому что близости вам могут сделать больно. Обратите внимание, выбирайте максимально ровные, максимально спокойные отношения, где боль вам никто не причинит. Вот. Вот. Это страх. Страх боли. Страх боли это классика. Страх развития. Запрет на развитие. Запрет на получение нового опыта. Вот. Кто-то очень вам не хотел, не желал успеха. Кто-то очень хотел, чтобы вы не добились успеха. Кто-то видел раз угрозу. Вот. И выбрав следовать воле человека. То есть, выбрав запретить себе успех и развитие. Вот. Читать вероятно на него обиду. Какую-то. Вот. Действительно, но еще можно с обидами. Работать с обидами, с разочарованием. Ожиданиями, которые не оправдались. Не подтвердились. Вот. То есть, как бы, такая вот сторона. Очень важно то, как вы относитесь, в принципе, к идее одиночества. Как и у вас мысли на этот счет. Потому что, если вы считаете, что одиночество это та штука. Которой должен быть кто-то еще. Ну, то есть. Еще один человек, например. То вам за это придется платить определенную цену. Вот. Если цену вы платить не хотите. Ну, получается, что вы находитесь, вот. В такой. Позиции жертвы. Вот. И. Вам эта позиция чем-то выгодна. Ну, в вашем случае, мне кажется, все достаточно очевидно. В том плане, что у вас есть возможность обратиться к нам сейчас. У вас есть возможность спросить у нас того, что будет. И создать видимость того, что вы не одинок. Вот. Кстати, здесь все достаточно тонко. Здесь идет и ваша неосознанная игра. То есть, вам нужны проблемы. Чтобы, как бы, ну, про них говорить. В то же время вы себе не доверяете. Вы что-то себе отрицаете. Вот. Что, как бы, тянет вас в другую сторону. Рисую постоянное напряжение из-за своих противопротиворечий. Зачем противоречия надо бы разрешить. А дальше уже будет видно. Вот. Ну, и там уже будет более очевидно, что у вас родительских отношений, детко-родительских отношений. Вот. И повлияло ли это как-то на то, что происходит сейчас. Вот. А, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. А, я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok